Привет! Что читаете? Сегодня дежурный по чтению я, Вера Долматова. В этом выпуске я познакомлю вас со сборником «Как мы пишем», авторами которого стали Павел Курсанов и Александр Етоев. Павел Курсанов, автор-прозаик, в 80-е годы начинает карьеру редактора в именитых издательствах, там же оттачивает свое словесное мастерство. Творчество писателя отмечено множеством литературных наград, в том числе премией «Национальный бестселлер». Александр Етоев – писатель, критик и редактор. Опубликовал около десятка книг для детей и взрослых и несколько сборников стихов. Является членом Союза писателей Санкт-Петербурга. Удостоен множеством литературных наград, в том числе премии имени Маршака. Ранний аналог сборника «Как мы пишем» увидел свет в далеком 1930 году в издательстве писателей в Ленинграде. В нем крупнейшие писатели той эпохи рассказывали о литературе, о времени, о себе, а точнее о том, как они пишут. Макс Фрай. Здесь никого нет. Никакого Макса Фрая, конечно же, нет. Не только в философском смысле, как вообще всех, но и в самом обычном житейском. Меня нельзя увидеть глазами и пощупать руками. Я это имею в виду. Это на самом деле очень удобно. Когда тебя нет, тебя не воспринимают всерьез. Не берут в расчет. Смотрят сквозь пальцы, а значит, ты совершенно свободен. Причем не в результате долгой изнурительной борьбы с обществом, а изначально по праву рождения. Вернее, по праву отсутствия факта рождения. В частности, в моем положении можно не принадлежать, то есть при всем желании невозможно всерьез принадлежать, ни какой-либо национальной, ни тем более к мировой литературе. Что ни делай, все равно ты вне общего литературного контекста. А значит, свято место пусто не бывает. Приходится самостоятельно создавать себе этот контекст. В силу этих сугубо технических причин мои руки настолько развязаны, что они практически крылья. Штук шесть, не меньше. Мне крупно повезло. Когда-то, еще в конце прошлого века, меня придумала пара художников. Изначально предполагалось, будто я их художественный проект. Ну, в общем, примерно так оно сперва и было. Но с тех пор прошло больше двадцати лет, и многое изменилось. Теперь еще надо крепко подумать, кто из нас, чей проект. Впрочем, мы умеем договариваться. Они охотно одалживают мне свой опыт, сформированные в процессе его нелегкой добычи суждения и некоторые автобиографические детали. Взамен я даю им смысл. Впрочем, мы умеем договариваться. На ней охотно одалживают мне свой опыт, сформированные в процессе его нелегкой добычи суждения и некоторые автобиографические детали. Взамен я даю им смысл. Прежде чем стать художественным проектом, я был призраком, годами сидевшим в красном кресле в холле трехэтажной виллы Вальдберта. В баварском городке Фальдафинг, известном в основном своими полями для гольфа, домиком для свидания короля Людвига Баварского на острове в центре озера Штарденберг. Ну и еще этой виллы, где постоянно сменяются гости, писатели, художники, приглашенные мюнхенским магистратом. Возможно, впрочем, уже не сменяются, но в 90-е годы прошлого века дела обстояли именно так. История моего рождения отчасти, и не без доли художественного вымысла, к которому пришлось прибегнуть ради хоть какой-то связанности изложения, описана в книге «Энциклопедия мифов». Для настоящей серьезной автобиографии она, разумеется, не подходит, зато для билетристики в самый раз. В моей жизни, как я уже говорил выше, одолжены под проценты смысла у авторов художественного проекта Макс Фрай, здесь и далее речь будет идти только о ней. Где ж я вам в два часа ночи другую возьму? Так вот, в моей жизни было три великих учителя литературного мастерства. Первым учителем стала пятиклассница Наташа, которая охотно возилась с дворовой малышней и водила нас на чердак слушать страшные сказки, которые придумывала сама. В Наташиных рассказах события всегда происходили с ней самой или с кем-то из общих знакомых, или на нашей улице, или в школьном дворе. С тех пор я точно знаю, что самые лучшие истории те, которые могут случиться с нами, слушателями и читателями. А даже если на самом деле не могут, мы пока читаем и слушаем, точно знаем, что могут все равно. Вторым моим учителем оказался анонимный автор тибетской книги мертвых. Благодаря ему я знаю, что хорошая книга обязательно должна быть спасательным средством для гибнущего и просто потенциально способного однажды погибнуть сознание. Бревном, которое Аллах раз за разом посылает тонущему мореходу Синбаду, дружеской лодкой, рукой, монетой для перевозчика, ключом, паролем, мостом. Мой третий учитель – русский поэт Арсений Тарковский. Положу руку на сердце. Не то, чтобы он действительно чему-то путному меня научил, просто я так часто вслед за ним повторяю. Я из тех, кто выбирает сети, когда идет бессмертие косяком, что добросовестная экспертиза наверняка отыщет в химическом составе моей иллюзорной вымышленной крови несовместимую с небытием дозу его стихов. Кстати, вот какие отзывы оставляют читатели. Читая такие сборники, как этот, поневоле задаешься вопросом, а сколько вообще сейчас в стране писателей? Ответ поразит любого, кто копнет немного информации. Союз писателей России насчитывает 8 тысяч членов, Российский союз писателей – 5 тысяч, и того выходит у нас более 10 тысяч писателей, членов Российских союзов. Проблема современной литературы не в том, что эти люди пишут, а в том, что их некому читать. Думаю, книга понравится многим. Тем, кто пишет или собирается писать, тем, кто интересуется литературой или хочет познакомиться с новыми авторами. Лично я в этой книге нахожу много плюсов. Каждый из участвующих в сборнике раскрывается по-своему, по-новому, открывает свое сердце, свой внутренний мир. От некоторых текстов становится тепло на душе. Книгу оценивают только положительно. Идея вот так собрать современных писателей под одной обложкой просто прекрасна. Я и не знала, что их так много. Ну, я, конечно, догадывалась, что где-то существуют литературные имена, отличные от тех, что на слуху у меня. Но осознала это только, когда увидела гигантское содержание этой книги. Очень интересно знакомиться с писателями вот так, не через их произведения, а через мысли о литературе и писательстве. Листая ленты в соцсетях, увидел описание этой книги. Сразу подкупает само название и, конечно же, факт того, что 90 лет назад уже выпускался подобный сборник. Естественно, зашел в книжный и приобрел. Не могу сказать, что книга читалась на одном дыхании. Все-таки все писатели разные. Тут, как говорится, на любой вкус и цвет. Но в целом очень нужная и полезная идея. Эдакий срез определенной эпохи. Многие авторы здесь рассказывают о своем творчестве через биографию, что тоже очень интересно. Где-то больше погружения в сам процесс написания произведений с конкретными замечаниями и предложениями, а где-то мы читаем взгляд автора на свою жизнь и на то, как определенные события повлияли на творчество. Читать по семейному преданию я умею примерно лет с четырех. По моим собственным воспоминаниям вообще всегда. Точнее, я просто не умею не читать. Моими первыми книжками стали «Война миров» Герберта Уэллса и «Война и мир» Льва Толстого. Смешное совпадение, но это правда так. Выбор был обусловлен тем, что оба двухтомника, Уэллс и Толстой, стояли на книжной полке. Их было легко доставать тайком от родителей и быстро ставить на место, услышав шаги в коридоре. В этих книгах, как мне казалось, излагалась, недоступная остальным детям ужасающая информация про настоящую взрослую жизнь. В мой самый первый школьный день всем первоклассникам подарили по книжке с картинками и сказали «Всего через год вы сможете сами их прочитать». Мне досталась книжка «Три поросенка». В ней было, если не ошибаюсь, 12 страниц на каждой картинка и несколько строчек текста очень крупными буквами. Вопрос, за кого меня тут принимают, в тот день впервые стал для меня по-настоящему актуальным. Так с тех пор и стоит. Умереть от одесской холеры 70-го года мне не дал старик Атапыч. Папа неотлучно дежурил рядом и читал вслух книжку Лазаря Лагина. А какой дурак согласится умереть, не дослушав интересную сказку? Ну вот и я. Нет. С тех пор я очень хорошо знаю, зачем нужна художественная литература и какова порой ее власть. Что люди иногда лгут, рассказывают о том, чего нет и не было, мне стало понятно достаточно рано. Однако все, что написано в книгах, еще долго казалось подлинной правдой. В голове не укладывалось, что кто-то станет набирать красивыми печатными буквами и тиражировать вранье. Постепенно выяснилось, что книжная правда выгодно отличается от повседневной. Она бывает трагична, но никогда не бессмысленна и не скучна. Значит, в книгах пишут не просто всю правду подряд, а самую главную ее часть осенила меня. Таким образом, один из важнейших принципов символизма, а реалибус от реалиора, от реального к реальнейшему, был переизобретен мною заново. В возрасте примерно 7 лет, хотя термин реалиора, сверх-над-реальность, стал известен мне много позже. Тот редкий на самом деле случай, когда, изучая чужие идеи и теории, начинаешь гораздо лучше понимать себя. Впрочем, для меня реалиора не просто термин, придуманный символистами, а ныне почти забытый. Я оттуда родом. Я, собственно, до сих пор здесь живу. Непостижимое и неопределенное – вот единственное святое. Эти слова вложил в уста своей героини автор романа «Версавия» Торгни Линдгрен. Благодаря ему у меня теперь есть четкий ответ на мучительный школьный вопрос. Что хотел сказать автор? Автор в моем лице всегда, во всех случаях, при любых обстоятельствах, хотел сказать нечто непостижимое и неопределенное. Непостижимое и неопределенное – единственное, что по-настоящему занимает меня. В детстве у меня, как, наверное, почти у всех, были сказки Андерсона. Из всех его сказок больше всего меня впечатлил цикл про Олле Лукои. Неудивительно, в детстве у многих непростые отношения со снами и часто совершенно не с кем об этом поговорить. Правда, приключения мальчика Ельмара казались мне скучноватыми, но это не имело значения. Возможность узнать, как оно бывает у других, сама по себе бесценна. Но больше всего меня потряс брат Олле. Тот, который на коне, в черном плаще и вышитом серебром кафтани. И даже не сам по себе брат, а тот факт, что смерть рассказывает сказки тем, кого уносит с собой. Смерть рассказывает сказки тем, кого уносит. Господи Боже, вот бы их когда-нибудь прочитать, оставшись при этом в живых. Мне много лет этого хотелось. Может быть, больше всего на свете. Даже когда стало понятно, что Андерсон просто сказочник, а сказочники все выдумывают, все равно хотелось. Потому что, ну ясно же, что все остальное он, может быть, выдумал, а про смерть рассказывающей сказки откуда-то узнал. Почитать книгу сказок брата Оля Лукой мне, конечно, так и не удалось. Но в некоторых особо важных вопросах слова нет для меня не существует. Поэтому я уже много лет эти сказки пишу. В русской литературе мне всегда недоставала несбывшаяся русская литература. Теоретически имевший шанс осуществиться, но так и не осуществившийся. Собственно, все, что я делаю, и как писатель, и как составитель сборников чужих рассказов, и как частное лицо по мере возможности, способствующие изданию книг некоторых других авторов, насуществляя одну из несбывшихся русских литератур, фундаментальным, знаковым автором которой мог бы стать Александр Грин, но до сих пор настолько недооцененный, насколько это вообще возможно для фигуры такого масштаба. Я отдаю себе отчет, что пытаюсь сделать нечто невозможное, но возможное сделают и без меня. Среди авторов были Максим Горький, Алексей Толстой, Михаил Зощенко и другие крупные фигуры нашей литературы. Этот сборник имел оглушительный успех. В нынешний сборник вошли очерки 36 современных авторов, чьи имена хорошо знакомы читающей России. Под одной обложкой сошлись писатели разных поколений, разных мировоззрений, разных литературных традиций, что делает книгу еще интереснее для читателя. Как же пишут современные авторы? Можно узнать, только прочитав эту книгу, а найдете вы ее в центре чтения нашей библиотеки. А вы читали сборник, как мы пишем? Делитесь в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok